Всем привет! Путешествие по Беларуси продолжается. Сегодня я еду в Городею. Погнали! Иду в метро, и тут такая музыкальная пауза классная. Виктор Цой, если узнаете эту композицию. Субтитры создавал DimaTorzok Электрички и поезда на Городею идут со станции метро Площадь Ленина с Центрального ЖД вокзала. Иду сейчас приобретать свой билет. Мне сегодня повезло. Это будет поезд скоростной, бизнес-класс. Именно на это время были только такие. Но это даже и к лучшему. Значит, быстро доберусь до города. Там вместо двух часов, если бы я ехала на электричке, время составит в пути час. Так что иду сейчас за билетами. Стою в очередь за билетами. Такая очередь. Так, Минск-Городея стоит 8 рублей 40 копеек. Иду сейчас искать свой путь. На какой путь эти я еще на поездах так особо не ездила. В основном на электричках. Так, это у меня поезд 737. Отправление в 13.01. Так, путь 6А. Минск-Брест. Все, пошла искать. Путь 6А, платформа 3. Путь 6А. Так, у меня еще целых полчаса. Вот такой классный сегодня солнечный день. Ловим солнечную погоду, не дождливую. Так, все, я нашла. Минск-Брест. Путь 6А, платформа 3. Путь 6А. Так, вот так выглядит поезд бизнес-класса. Так, региональные линии. Так, мне нужен 3-й лобан. Так, посадка согласно купленных билетов. У меня 33-я. Вот так выглядит сам поезд внутри. Очень комфортно. Здесь висит специальное табло с перечнями следующих станций. Ах, еще пока есть возможность посетить туалет. Водичка. Вроде уже туда зашли. Вот так выглядит туалет. Да, занят она еще. Так, перед поездкой обязательно надо посетить туалет. Так, курить здесь запрещено. И вот такой комфортный туалет. Есть также умывальник и бумага. Очень все цивили. Очень мягко идет. Жалко, что против движения. Смотри, я уже не впервые слышу, что Янкс дешевле. Да, все, я уже еду. Так, да, успела. Я пересела на свободное место, чтобы не ехать. Такое ощущение. Такое ощущение. Какая штофанок комфортнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, как удобно пользоваться вот таким экраном. То есть время прибытия указано точно до минуты. И, соответственно, вот эта вот точка, которая... Расстояние между населенными пунктами показывает, в каком именно месте находится сейчас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот выглядит вокзал Городея. Так, все, я выхожу в город. Так, визуально в основном здесь частный сектор. Пока ехали до станции, за окном видела даже несколько коровок пасутся. Так, иду в сторону костела. Костел здесь прямо рядом с ЖД-станцией. Небольшая справка о Городеях. Городской поселок в Нерсвежском районе Минской области находится в 115 километрах от Минска. Население более 3750 человек. Экономика. Городейский сахарный комбинат. Льнозавод был ликвидирован в 2014 году. Завод по переработке рапса и других масляных культур. Достопримечательности. Свято-Преображенская церковь 1808 года постройки. Костел Святого Иосифа и Часовня Православная 1874 года постройки. Так, подходим к Костелу Святого Иосифа. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к вакцинации? Вы уже прививались? Да. А если не секрет, какой вакциной? Спутник. Хорошо ли перенесли обе порции? Ну, скажем, не совсем. А температура поднималась? Да, все симптомы были, чтобы заболела. После первой дозы. А я вторую тяжело перенесла, как овощи лежала вообще. А еще такой вопрос, как вам живется в Беларуси? Это тоже касается вакцинации. Нет, это просто другой вопрос. Просто другой? Да. Очень интересный вопрос. Нет, это без комментариев. Это ближе к политике. Ну, я же не задаю, я могу еще другой вопрос задать. Например, как вам политика нашего президента, поддерживаете ли вы ее? Без комментариев. Ясно. Ну, вот видите. Спасибо за мнение. Всего доброго. Так, мальчишки уже со школы идут. Это у вас первая смена была? Отучились? Да. Молодцы. Так, попробую найти центр города, потому что мне сказали, что есть еще одна интересная часть в городе. Здравствуйте. Привет. Но я туда, наверное, не смогу добраться, которая находится около сахарного завода. Там считается тоже одна из частей города. Что-то порядка 3,5 километра пешком идти. Поэтому пока покажу старую часть города. Кто-то цветочки пересаживает. Так, я пока вижу частный сектор. Малоэтажная застройка. Так, и впереди слева виднеется уже церковь, купол. Ну, здесь такая деревня-деревня. Хозяйство люди держат. Козочка, гуси, куры. Индюки. Здравствуйте. Скажите, а как вам живется в Беларуси? Я смотрю, у вас такое классное хозяйство. Живется нам хорошо. У нас шекарная усадьба. Живи не хочу. Но вот эта зараза, которая появилась. Коронавирус. Коронавирус, да. Она всех, ну, как бы сказать, на ушах держит. Вот недавно наш сосед, который здесь не живет, он сам врач. Они сами не свежа, но в материнской хате живут. Позвонил мне сегодня, и я, говорит, подхватил коронавирус. И вот такая, понимаете, обстановка, ну, совсем никакая. Просто жить хорошо, но вот с этим состоянием жить не очень хорошо. Потому что я провел неделю в больнице на Карапоткино. Это тихий ужас. В том смысле, что, понимаете, изоляция. Два человека в палате, один тяжелый. Я более-менее. Вот. Но я не почувствовал вот этого вот так называемого. У меня была температура только лишь два дня. Два дня температура. Потом все у меня ушло. Слабость ушла. Я даже в больницу, поехал в больницу уже, потому что мы сделали эту самую, как ее, как ее, томографию. А, томографию. Томографию сделали. У жены обнаружили 50% поражения, у меня 20%. Ну, дочка, так сказать, для того, чтобы им постраховаться, отправила нас обоих в Минск. Скажите, так это у вас здесь агроусадьба? А? Агроусадьба? Нет, это просто... А, ваше, ваше личное. Мы просто построили, дерево, хозяйство беспокойное. Скажите, а еще такой вопрос. Как вы поддерживаете политику нашего президента? Политику президента я поддерживаю, потому что если ее не поддерживать, то придут Тихановские и прочие Йовские, которые на уши поставят нашу страну и превратят ее в предаток Запада. Раздербанят. Ну, это, так сказать, грубо говоря, да, раздербанят. Ну, конечно, и к вопросу, и к президенту есть, но наш президент находится между молотом и наковальней. Тут Запад, тут Россия. И он вынужден маневрировать, ему некуда деваться. Он попробовал сидеть на двух стульях, но, увы, ничего не получается, потому что Западу Микошенко не нужен. Многовекторность вы имеете? Да, им не нужна новинка. Им нужно просто нас сделать своим маленьким придатком, придатком маленьким своим, чтобы мы потребляли их продукцию, ничего не производили, все наше приватизировать. Ну да, избавиться от нас, как от конкурентов. Да, 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 да. Запада одна цель, чтобы они были выше, ими копошились. Вот и все. Поэтому Лукашенко делает все правильнее. Согласна с вами, да. Согласна. Понимаете, дело в том, что другого варианта просто нет. Я понимаю, что в России тоже бардак, неприличный бардак. И все от России, как говорится, все шишки горят. Там правит бал, стул, олигархи. Олигархи. Ну, как и в Украине тоже. Мы, понимаете, надо понять, что мы живем уже далеко и давно не в таком не социальном государстве, а в буржуазном. И у нас буржуазная власть, и там буржуазная власть, и везде. Даже в Китае, которое считается коммунистическим, и там тоже. Но, но, в Китае, вся вот эта вот так называемая олигархическая верхушка, она подчинена коммунистической партии. И она работает с ее подачей. А у нас олигархи работают на себя и на Запад. Не, ну, они выводят от нас все, хозяин, все, что можно. И все. Вот и вся петрушка. Спасибо большое за мнение вам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вот, надо идти голосовать. Я сам то по паспорту россиянин. Я то белорус коренной. Коренной белорус, но поехал работать в Россию. 30 лет отработал на Крайнем Севере. Стал россияном, получая российскую пенсию. Но я белорус. И белорусская мова для меня родная. Ну, понимаете, бардак. Весь бардак вот из-за чего. Из-за того, что мы потеряли великую страну. Были бы мы в великой стране. Вы имеете в виду Советский Союз? Советский Союз, конечно. Это надо, понимаете, надо... Если бы наши деды сейчас услышали, что Лукашенко тратит миллиард, чтобы защититься от Украины, у них бы волосы ежиков стали. Да, ну мы же один народ. Мы братья славяне. Русские, украинцы и белорусицы. Мы один народ, братья славяне. Да мы все, 15 республик, единый народ. Да, да, я согласна. Спасибо вам, спасибо. На здоровье. Так я думаю, что молодежь просто думает, что если они в Европу уедут или в Америку, им там все деньги на блюдечки с голубой каемочкой принесут. Вот это вот уже, вы говорите, карта поляка. Понимаете, моя внучка, она сейчас учится, закончила уже учиться в Германии, но она удачно отучилась там, она кончила в России университет, потом поехала туда, выучила немецкий язык и получила там это образование. Ну какое образование? Менеджер. Ну что это за образование? Ну продавец. Менеджер это считается продавец. Да, это так вот. Вот и все. Она устроилась неплохо, она зарабатывает неплохо, ей там хорошо. Сын у меня тоже. Мы работали на Крайнем Севере, он работал на Крайнем Севере. Приехали оттуда мы, он там поработал, вернулся и не смог нигде найти себе работу. Он водитель высшего класса. И пришлось ему ехать опять же по трокам в Польшу. Кем? Дальнебойщиком. Вот он два месяца там пашет, зарабатывает какую-то копейку. Вот. Небольшие там он зарабатывает деньги, но это, понимаете, целый день в машине. Ну, говорит, работа, работа, говорит, хорошая. Мне нравится в том смысле, что он любит эту вот работу. Я не перерабатываю, проблем никаких у меня нету. Все у меня как бы вот, ну, нормально. Ну смотрите, я когда с молодежью общаюсь, я им рассказываю про жизнь в Беларуси, за что мы должны ценить жизнь в Беларуси. У нас бесплатное образование, у нас бесплатная медицина. У нас мамочки по три года сидят в декрете по уходу за ребенком за счет государства. У нас нет пропаганды ЛГБТ. То есть вот за эти моменты мы тоже можем ценить. Она молодежь, понимаете, ей надо что-то вот, я даже не знаю, что... Молодежь не жила в 90-х, правильно? Да, вся причина в том, что развалили страну. Если бы страна была единой, мы бы горя не знали. Запад бы этот с нами разговаривал бы на «вы», сидел бы и в тряпочку молчал. А сейчас, конечно, у нас, понимаете, вот представляете себе Великую Отечественную войну, что оказалось так, что, ну, как говорится, те же самые немцы, те же самые немцы, они уже Украину оккупировали фактически, она сама им сдалась. Осталась Беларусья и Россия. И они тихим сапом, тихим сапом будут давить и давить и давить на нас. Поэтому сдаваться нам никак нельзя. Если мы сдадимся, то это все. То нам-то осталась уже ерунда. Мне 72 года. Понимаете? Мне уже осталось, ну, десяток лет из них хорошо. А если нет, и того меньше. Если с этим короном начнется такая проблема. Вот молодежь, молодежь, понимаете? А они ничего понимают. Они, понимаете, они считают, что для них она, как бы сказать, вот сама по себе. Она такая вот, крутая. А она не заботится о нас. А мы сами выживаем. В общем, короче, я даже не знаю, что вам сказать. Вот не знаю точно. Я знаю, я-то уверен в том, что мы на правильном пути. Но это очень, это очень трудно отстоять. Понимаете? Очень трудно отстоять то, что мы сейчас делаем. Очень трудно. Потому что на нас будет все время добить, добить и добить. Мне кажется, что молодежь надо воспитывать со школы. Чувство патриотизма развивать в детях. Знание истории. Ну, понимаете, патриотизм это все хорошо. Но надо, вот смотрите, цены пляшут. Цены пляшут. Молодежь, она же, понимаете, мы еще получаем то пенсию, а им то приходят искать работу, а работа низкооплачиваемая. А цены все время вверх. Так а вот то, что сейчас Тихановская ездит по всему миру и просит санкции против Беларуси. То есть у нас цены, естественно, во всем мире и так и так цены растут. И зарплаты у нас больше не станут от того, что эти санкции. Извините, дело в том, что они, наверное, каким-то образом, я не знаю, из каких соображений они русским солдатам поставили панику. Вот я не могу этого понять, потому что у нас же было очень напряженное отношение между Россией и Белоруссией, тем более, это западная Белоруссия, которая владелась под Польшей. Ну, они, наверное, уважали, так сказать, солдат. Данью долго тем, кто погибал на фронтах. Ясно. Вот Первая мировая война, мы к ней, понимаете, мы идем сейчас к Третьей мировой войне. В Третьей мировой войне, это вот, ну, как говорят, их бабки не ходи, потому что нет никакого понимания, ну, Запад, понимаете, вообще капитализм, по своей сути, капитализм, он себя уже изжил, он уже исчерпал себя, но, люди, которые курируют его, миллиардеры мирового масштаба, они до него держатся, потому что это их база. Социализм, да, они готовы, социализм для себя. Для себя они золотой миллиард, вы понимаете такое понятие? Золотой миллиард. Вот золотой миллиард должен жить хорошо, все остальные, все остальные должны на этот золотой миллиард работать, работать, предположительно, эту корону и запустили, чтобы уничтожить лишних людей. Конечно, эти римские клубы и прочие там эти, так называемые, как их назвать, сообщества крупного капитала, они все время работают над тем, над тем работают, чтобы свои богатства защитить, защитить себя. Тут, если в интернете посмотришь ролики, особенно, есть такой историк, Спицын, есть историк и политолог Фурсов, которые, ну, это уже давно растолкали, я, понимаете, я еще когда-то в 90-е годы даже повелся на то, чтобы пойти маршем, маршем этого народного фронта, Позняка, к дому правительства. Я был в этих первых ердях. Да многим там, тогда голову задурили. Затурили голову. Нам показали не конфету, а фантик. Понимаете? Фантик нам показали. И мы к этому фантику рвались. Вот. А когда цапнули его, а там пусто. Вот и все. Вот потому что получили. А уже страна развалилась. Уже те люди, которые там делали, делали свои дела, они уже заработали миллионы, миллиарды, и теперь они сидят на них, как эти самые. Поэтому только лишь вера в коммунизм и в коммунистическую партию. Но коммунистическая партия, она слаба. Понимаете? Я вот, понимаете, не знаю, как мне жена отпустит или нет ехать в посольство голосовать на выборы. Я буду голосовать только за коммунистов. Путин – это прошлое. Путин – это прошлое. Даже при всем при том, что у нас, как бы, с ним отношения нормальные с Россией. Ну, смотрите, если бы не Путин, если бы не Россия, если бы они не подставили плечо, а нас бы уже Америка бомбила бы уже. Они подставили плечо нам не потому, что они это самое, они себя прикрывают, прежде всего. Путин прикрывает фронт, понимаете? Белоруссия. Вот если и Белоруссия, и Белоруссия, это считается господствующая высота. Ну, да. Да, да, да. То есть, понимаешь, они меняться не хотят. Путин и его, как говорится, олигархический клан, они меняться не хотят. Ну, может быть, подготовит преемника. Ну, понимаете, дело в том, что тут очень долгая история. Я бы вам рассказал, но у вас времени нет, и у меня тоже его нету. Хозяйство ждет большое. Читайте и слушайте. Вот, поверьте мне, есть российский историк Спицын, Евгений Юрьевич Спицын и Андрей Фурсов. Вот эти люди, и еще я вам скажу, этот самый Егор Яковлев, тоже историк. Вот три этих историка, если вы эти ролики послушаете, то вы сразу поймете, откуда растут у нас ноги. И что Россия, это, понимаете, просто Россия оказалась буржуазным государством второго класса. Там первый класс, то есть периферия. Они из России тянут, ну Россия огромная, понимаете, они с Россией очень много вытягивают, очень много вытягивают ресурсов. Особенно эти Абрамовичи и прочие там эти Дерибаски и прочее, прочее. Они держат власть. Они держат власть. Они боятся Запада, потому что Запад их прикроет, если они свои миллиарды там держат. То есть у нас получилось, в России особенно, все с ног на голову. Все финансы, крупные финансы этих вот воротил, находятся на Западе. Ну разве они могут что-нибудь против Запада сказать? Ну да. Только победа социалистической революции, как это было в 17-м году, может помочь, может помочь нам, белорусскому народу, русскому народу и украинскому народу стать на ноги и потом за собой повести все остальное. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Крайне Бога. Так, я уже на подходе к православной церкви. Так, я уже подошла к церкви, сейчас буду снимать. Если будет церковь открыта, то я смогу вам показать, как там устроено все внутри. Красивая, облагороженная территория, постриженный, аккуратный газончик, живописные лавочки. Мне вот эта вот легкая обшарпанность очень нравится. Обшарпанность, знаете, что-то в этом есть. Если получится, сейчас в церковь попадем. К сожалению, храм закрыт, поэтому идем дальше осматривать чудесный город к городею. Около церкви находится вот такая современная детская площадка. Детки, наверное, сейчас кто где, кто в садике, кто в школе. Кто-то уроки делает, поэтому пока что она пустует. Я уверена, что здесь вечером буквально целый аншлаг будет. Ну и погода этому способствует. сегодня солнечная, теплая, комфортная погода, а буквально через пару дней уже ждем дожди. Поэтому мне немножко пришлось перенести свою поездку с пятницы на четверг. Я сделала вывод, что мне будет выгоднее показать вам город городею в комфортное время, когда более-менее солнечный день. Так, а я иду дальше по частному сектору. Большинство людей сейчас в это время на работе, поэтому вам может показаться не очень многолюдным городок-городея. кто-то строится, кто-то урожай собирает, кто-то собрал. кто-то еще не весь урожай собрал. Посмотрите, какие тыквы мощные. в городея находится государственное предприятие экспериментальная база свекловичная. Кто-то урожай собирает, кто-то со школы идет. в таких маленьких городках так уютно и так спокойно живется. Все, наверное, друг друга знают. Это здание амбулатории. Это типа вот как у нас поликлиника что ли? Амбулатория. это видимо районы, которые относятся к обслуживанию этой поликлиники. Вот так вот выглядит амбулатория. Карточки. Пол скрипит. информационный стенд. Расскажите, амбулатория это типа как поликлиника, я правильно понимаю? Пройдите сюда, пожалуйста. Сейчас. Карточки. Тут дальше изучать городею. Здравствуйте. Проводим социологический опрос, как вы относитесь к вакцинации. Газета Минская правда. Вы приевались уже? Нет. Не планируете или не доверяете вакцинам этим? Я планирую, но мне надо сдать анализ, выявить сколько у меня антитела, потому что я уже болела. А у вас свои антитела пока были? пока есть антитела, пока не надо. Ясно. Скажите еще такой вопрос, как вам живется в Беларуси? Хорошо, спасибо, все хорошо. Все хорошо. Не хотелось бы в другую страну уехать? Провокационный вопрос у вас такие. Я живу в своей стране и никуда не планирую езжать. Ясно. Спасибо за ухоженный. такой частный сектор. Очень ухоженный. Мне здесь нравится. такая карликовая яблонька и столь обильно плодоносит, что ветки практически до земли достают. Вот это урожай. Интересный сорт. Огороды уже готовятся к следующему сезону. Закладывается навоз. Запах здесь стоит специфический. Зато потом большой урожай. так здесь в этом здании находится нотариальная контора и городейский сельсовет. Городейский сельский совет депутатов. Около сельсовета раскинулся вот такой яблоневый сад. сельсовет. 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 Здравствуйте. Скажите пожалуйста как вы относитесь к вакцинации? Вы уже прививались? Нет. Не было вакцины у нас. В городе не было? Поэтому хочу привиться. Там у вас ваша поликлиника находится около сахарного завода? Я правильно понимаю? У нас в Минске на выбор было Китай или Россия. А вы какой планируете? Российским спутником. Скажите еще такой вопрос как вам живется в Беларуси? Хорошо. Не хотелось бы уехать в другую страну? Все ли устраивает? Уже год куда уезжать? Все что-то наложили нажил. Поддерживаете ли политику нашего президента? Конечно что делать остается выбора нет надо поддерживать. А если не секрет за кого голосовали в прошлом году? Не помню. Спасибо вам большое за мнение трудитесь спасибо вам спасибо Это вы швы зашиваете сейчас песочком проходите? Надо приглашать аквативом Чем? Аквативом Не знаю такой вакцины не знаю Сколько гуляю по городе и вот встречаю много людей кто приехал сюда и строится Ну здесь очень выгодное расположение Минск недалеко в часе езды по сути Вот я на скоростной поезде проехалась и цены я думаю здесь более выгодные чем в районе Минска Вот такой коттеджик двухэтажный А кто знает приметы если рябина хорошо плодоносит это считается что будет снежная зима Посмотрите какой урожай рябины Ну я в основном рябину люблю в декоративных функциях свойствах использовать красивые ягоды Здравствуйте газета Минская правда проводим социологический опрос как вы относитесь к вакцинации вы уже прививались не планируете скажите еще такой опрос как вам живется в Беларуси все ли устраивает хватает ли пенсии поддерживаете ли политику нашего президента если не секрет за кого голосовали когда год назад за батьку я тоже за батьку спасибо за мнение спасибо вам здравствуйте газета Минская правда вот проводим социологический опрос как вы относитесь к вакцинации вы уже прививались еще нет не планируете не доверяете планируем планируете а какую вакцину китайскую да выберите скажите а как вам живется в Беларуси хорошо не хотелось бы в другую страну ехать есть чем сравнить да еще такой вопрос если не хотите не отвечайте поддерживаете ли политику нашего президента спасибо спасибо за мнение спасибо вам спасибо попадаются вот такого старого образца постройки и мне почему-то от них таким уютом веет я просто не могла удержаться и вот подошла поближе чтобы поснимать такая низкая калиточка сетка рябится не прячутся люди от соседей класс вас обожаю очень уютно здесь городейская средняя школа находится прямо около вокзала а вы в этой школе учитесь и как нравится хорошие учителя добрые не хотелось бы в минске учиться в другой школе все хорошо все устраивает здесь ясно у вас первая смена это была да ясно спасибо вот такая водонапорная башня находится около вокзала прямо как и школа впереди вокзал так и рядом с частным сектором соседствуют такие вот домики малоэтажные трехэтажные а вот в частном секторе как вычищается яма с отходами человеческой жизнедеятельности если вы понимаете о чем я запах состоит чарующий соответствующий всегда радуюсь когда около подъездов облагораживают территорию высаживают какие-то многолетники или однолетники такая красота здорово поднимает настроение в осенние такие пасмурные деньки цветущие однолетники многолетники обратите внимание как красиво ухожено молодцы хозяюшки и улица и улица вокзальная прямо за домом народ разбил огород кто-то картошку выращивает кто-то редиску кто-то свеклу если идти от костела по прямой три с половиной километра вот чуть-чуть справа видно многоэтажные дома вот там находится собственно новая часть города куда я не решилась дойти и там более современные постройки непосредственно находятся около городейского сахарного завода находится здесь церковь христиан веры евангельской богослужение указано расписание это вот здесь видимо здесь правильно я показываю она еще и открыта ничего вот это здание видимо это и есть какие маленькие котята все такие разные и разбежались а ты самый смелый да и мама кошка это девичий виноград как все оплел живая изгородь живая изгородь очень красиво я нахожусь на территории этой евангельской церкви я возвращаюсь в сторону станции в сторону вокзала и буду пробовать непосредственно там народ опрашивать здравствуйте газета минская правда проводим социологический опрос как вы относитесь к вакцинации вы уже прививались не планируете не доверяете вакцинам этим всем не проверен ясно ну думайте что у вас крепкий иммунитет скажите еще такой вопрос как вам живется в беларуси как вам сказать относительно ну что-то может не устраивает или может хотелось бы в другую страну уехать нет в другую страну в принципе нет но хотелось бы немножко житье у нас получше стало есть какие-то моменты которые конкретно не устраивают что именно на что бы хотелось обратить внимание ну может как бы относились к обычным людям попроще то есть по уважительной на работе да и туда-сюда то знаете у нас в стране получается обычные люди хочется побольше зарплаты да я думаю каждый так вам скажет смотрите а то что сейчас допустим у нас есть беглая оппозиционерка Тихановская она сейчас по всему миру ездит и просит санкции против Беларуси как вы считаете у нас от этого был больше зарплаты не знаю я не могу опыта снять и я еще хочу обратить внимание что когда общаюсь с молодежью за что мы ценим жизнь в Беларуси вот что я озвучиваю что вот смотрите у нас бесплатная медицина у нас бесплатное образование у нас мамочки по три года сидят в декрете по уходу за ребенком за счет государства у нас нет пропаганды ЛГБТ вот то есть за вот эти моменты мы можем ценить жизнь в Беларуси так что а вообще политику нашего президента поддерживаете? ну как вам сказать тоже относительно человек засиделся на месте и все ну вы считаете что вот каждые несколько лет надо менять президента вот допустим директор завода мы меняем каждые несколько лет начальника большого какого-то или может быть все-таки мы ему больше доверяем потому что у него больше опыта опытный политик на одного человека найдется все равно другой понимаете? вот и все ясно ладно спасибо за мнение спасибо вам спасибо так опрашиваем потихонечку так универмаг евроопыт зума-безума скажите а как вам живется в Беларуси? ой отлично хорошо хорошо живется а кто вы? газета минская правда да вот у нас социологический опрос откуда этот опрос? из Минска Минс большой да нет 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 а поддерживаете ли политику нашего президента? наш президент хороший угу согласна очень даже спасибо родить надо для детей не надо спасибо за мнение спасибо хорошо здравствуйте газета минская правда вот проводим социологический опрос вопрос как вы относитесь к вакцинации вы уже прививались? да обязательно а какой вакцина если не секрет? спутник спутник в этот российский хорошо ли перенесли обе порции? даже не заметила да без последствий ни температура не поднималась скажите еще такой вопрос как вам живется в Беларуси? очень хорошо очень хорошо? очень хорошо за какие моменты мы можем ценить жизнь в Беларуси? вот на что стоит молодежи допустим когда мы с молодежью разговариваем на что стоит обратить внимание? бесплатное образование я считаю для молодежи ну а мне 60 лет я на пенсии поэтому я себя хорошо чувствую в Беларуси поддерживаете ли политику нашего президента? обязательно скажите а вот за какие моменты ценит народ нашего президента? и почему голосует в очередной раз за Лукашенко Александра Григорьевича? как вы считаете? ну опытный политик я думаю что он наш он наш народный он нас понимает он поддерживает наши позиции нашу мораль вот за это и Крахогор щедрая душа да спасибо большое за мнение вам спасибо приехали сюда угу 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 девушка рисковая ой да сейчас покажу как выглядит зал ожидания в городе потому что когда я приехала у меня пока было не до того вот сейчас я вам покажу как там красиво какой современный зал посмотрите какие красивые камни ну это так понимаю мерзкий замок красиво у меня есть в Беларуси и все люди нормальные ну вы прививались уже или еще нет? нет не планируете? скажите как вам живется в Беларуси? хорошо хватает ли пенсии? хватает всего хватает? скажите поддерживаете ли политику нашего президента? поддерживаем если не секрет за кого голосовали год назад? ни за кого ни за кого да а так в целом поддерживаете политику нашего батьки? батька или батька а как вы считаете почему за него люди голосуют? вот он опытный политик хозяйственный голосуют ни за кого голосовать другое нет альтернативы ясно спасибо за мнение спасибо здравствуйте газета Минская правда проводим социологический опрос как вы относитесь к вакцинации вы уже прививались? от коронавируса? нет не планируете? нет смысла? не доверяете этим вакцинам еще не проверенным? или привились уже? собираюсь я доверяю уважаю ясно скажите как вам живется в Беларуси? нам прекрасно живется в Беларуси а вам ведем вопросы мне хорошо почему мне плохо? потому что такие вопросы обычно задают тем, кто не нравится нет мне очень нравится я поддерживаю политику нашего президента поэтому задают такие вопросы и я поддерживаю вот Минская правда это государственная газета если вы не знали да обычно такие вопросы просто задают нет я с августа месяца прошлого года топлю за нашего батьку так что имейте ввиду спасибо большое за мнение спасибо вам спасибо грузовой поезд а можно вам задать вопрос как вы относитесь к вакцинации? вы уже прививались? как вы относитесь к вакцинации? ну знаете, отлично отношусь прививались уже? да, да, уже хорошо ли перенесли? ну, первый раз первый, когда я сделал вакцинацию то получается была небольшая температура потом через 21 день я сделал вторую вакцинацию я так понимаю спутник это был, да? да, да, российский потом на второй вакцинации тоже там немножко температура поднялась так и перенес нормально все хорошо еще такой вопрос как вам живется в Беларуси? в принципе нормально не хотелось бы в другую страну уехать? да, нет в Польшу я точно не хочу это точно не хочу в Польшу у вас, наверное, такой опыт был, да? я так понимаю? ну, потому что я работал некоторое время в Польше и сейчас я вообще туда не хочу там, наверное, отношения к людям не очень хорошие? или что? ну, как? отношения нормальные или кидалово есть? ну, не без проблем как в каждой стране скажу вам честно ну, то есть все-таки в Беларуси есть какое-то чувство защищенности в этом плане? да, да в этом плане, да ты отработаешь свою зарплату, получишь гарантии наш президент такой человек что хочешь работай не хочешь тогда будешь сесть в тюрьме вот и весь разговор понимаете, в чем дело потому что в любом случае мы люди мы должны работать а как вы считаете вот поддерживаете ли вы нашу политику нашего президента вот как вы вы знаете, да потому что у нас более-менее спокойно то, что если смотрите Евросоюз то у нас очень спокойно у нас нет ни в войне ничего потому что наш президент добился того что у нас нету войны и не пускает этих грубо говоря извне которые хотят устроить нам какую-то революцию еще что-нибудь понимаете то есть я не сторонник бы еще бы и силовики у нас красавцы что год назад у нас ребята хорошие была попытка силового захвата власти у нас ребята очень хорошие они молодцы они оперативно справились все то есть без всяких проблем смотрите я когда общаюсь с молодежью я им объясняю за что мы ценим жизнь в Беларуси у нас бесплатное образование у нас бесплатная медицина у нас мамочки по три года по уходу за ребенком сидят за счет государства в отличие от Европы и от США вот там буквально пару месяцев и все женщина выходит на работу да работать и у нас нету пропаганды ЛГБТ так что слава богу только не ЛГБТ только не давайте будем ценить жизнь в нашей родной Беларуси наша Беларусь очень хорошая страна спокойная мирная пускай люди приезжают мы даже боремся за беженцев которые стоящие на границе польской литовской то есть мы оказываем в любом случае помощь Турции где там горят наводнения мы в любом случае оказываем помощь потому что наша страна нормальная я согласна и наша же страна получается Беларусь сколько 160 тысяч беженцев из Украины приняла и дала и кров и работу в Литву сколько 4 тысячи беженцев приехало и уже они все в полуобморочном состоянии я точно не знаю в связи с этими военными событиями которые в Украине ну единственное мне не нравится политика Литвы то что они вот так вот бьют людей избивают и Больша тоже они не понимают такую ситуацию что все-таки в Афганистане война там талибы а талибы они всегда были такими как бы нехорошими такими людьми потому что у меня отец тоже служил в Афгане и я нас ушла как-то понимать либо это террористы это террористы просто ну выхода нету людей им надо бежать американцы отвернулись они даже расстреляли там они отвернулись от людей и все они кинули их в пропасть наш питья такого не делать не будет спасибо большое вам за мнение спасибо спасибо вам спасибо здравствуйте а вы говорите что вы уже привились а какой вакциной спутник Ви российский российской спутник Ви хорошо ли перенесли обе порции хорошо без последствий температура не поднималась ничего скажите еще такой вопрос как вам живется в Беларуси великолепно я сама русская из России давно приехала здесь очень хорошо поддерживаете ли политику нашего президента ну можно не отвечать на эти вопросы нейтрально нейтрально ясно хорошо спасибо большое за мнение спасибо президент именно вот президент говорит о том что вакцинация необязательная без принуждения человек в нашей деревне сделали вакцинацию и женщины это очень уже в свинниках от двора в коме после вакцинации тяжелые последствия ну то есть непроверенная вакцина надо как-то людей больше обследовать перед тем как вот эту вакцину вводить а кто обследует людей ну да ну такой поток поток заставляют силы на работах пойдете в отпуск зимой если не будете вакцинироваться правильно они штыкают только эти а скажите еще такой вопрос как вам живется в Беларуси хорошо живется хватает ли на жизнь зарплаты пенсии хватает ну я не знаю нет которому денег хватает всегда хочется больше поддерживаете ли политику нашего президента спасибо вам большое за мнение спасибо вам спасибо вот хотела обратить внимание посмотрите какие узкие платформы для пассажиров которые садятся вот на электричку смотрите какие узкие пути вот буквально здесь метр ну вот надо значит перекладывать чтобы это было безопасно для людей вот такие узкие узкая платформа небезопасно на диком западе прибытие поезда да-да-да-да что-то в этом роде очень узенькая платформа для людей это не серьезно ребята небезопасно все, поехали на электрическом идет заехать 20 часа в районе везде на 1 green вне 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 6 45 4 5 5 подсекти Сегодня, кстати, встретила, когда была в городе, свою подписчицу. Была очень приятно удивлена, что даже в городе есть люди, которые смотрят мои видео и на меня подписаны. В общем, хотела сказать своим подписчикам. Если вы меня где-то увидите, подходите, не стесняйтесь, я не кусаюсь, могу с вами сфотографироваться на память, пообщаться, обняться. Так что не стесняйтесь, подходите. Была рада встрече. Еду уже на Минск домой. Так, это уже не музыкальная пауза, а театральная. Затайся свою трубу с любительством. Передавидовался, а это мой отец Раша. Соборонил принцессу выходить в ночь и спокойно. Загадал носить замуж триг, черотный шляп, в рывах 20 парасок, как девчина давно не могла сподлитать в меру. А еще вырежно Раша выйдет принцессу замуж. Засыпал холодную, покрашивая. Заплакала принцесса, Чья с веселью текла, Тайца в женихах, И побегла на берегу и пыта, Пусть не влечит, Просветался со своим любви своим месяцем. Полезал ваш душевный скучный месяц, Смелся снегу на воду и пройдается до личных войн, Престилая перед принцессой свет и шляп. Я иду на тебя, смикнула принцесса, Покинула по неберегу, Морозон пошла в воду. Не дочитались в этой ночи, Не рожали сын Махараншу, А раненцы люди заложили на воде новый клетк, Но вовсе выглядели разгорданного образования, Покинулого ли берега. С крестами и вдущими садами, Люди назвали эту клетку по имени Принцесса. Морозон. Все, кто взял вам. Понимаете? Если вам понравилось это видео, Ставьте лайк и делитесь этим видео в своих соцсетях. Подписывайтесь на канал mlyn.by в ютубе. Это была Курхенен Елена специально для Минской правды. Это былatas. Это был последний видео о боковой системе. На своем роспенцессе. Ребята, у нас было хорошо, чтобы не было тяжелым, А это было хорошо. Подписывайтесь на наш канал.